И вот начало июня, погода резко сменилась И вот сейчас температура за 30 градусов плюс То есть стало очень тепло и даже очень жарко И рассада высаженная, что перцев, что помидоров Она только-только немножечко окрепла И вот такая жара создает дополнительные трудности высаженным растениям Что делать в этом случае? Потому что помидоры от жары, они только-только после холодов немножечко пришли в себя И от жары, и они начали просто чахнуть Листики начали опускаться И видно, что растениям очень и очень тяжело Что делать? В этом случае тот укровной материал, который я использовал от заморозков Ночью закрывал Сейчас приходится использовать для защиты от солнышка Сейчас немножко пасмурно Но вот солнышко выглянет, опять будет очень жарко Что я делаю? Я вот этот укровной материал Я его немножечко на тех же самых дугах Я его приподнимаю С той стороны, где солнышка нету И вот таким образом я их защищаю от жары Это неплохо помогает Вот это перчики Они прикрыты от солнышка Тентом из укровного материала А когда я это не успел сделать Вот немножечко был период Пропустил момент Вон видно, что на листиках, вот как на этом Появляются даже ожоги И вот эти перцы я полил только утром Из-за жары, из-за ветра Очень быстро влага уходит И вот сейчас видно, что потрескалась земля После полива И придется перчики немножечко порыхлить Вот так быстро влага улетучивается И вот такая защита Она сверху установлена На тех же дугах Она неплохо защищает рассаду от солнышка С одной стороны приоткрыта грядочка И с другой стороны То же самое сделано и для помидорок Вот они помидоры Они много перетерпели на своем веку Этой весной было очень холодно Сначала на лоджии очень жарко А потом я их сюда привез На участок Здесь, как назло, наступили холода И вот они очень долго все это терпели И вот сейчас еще вдобавок пришла жара Но однако здесь я их стараюсь защищать Вот то же самое укрытие установлено на грядочку И оно неплохо защищает помидорки от палящего солнышка С обоих сторон грядочка приоткрыта Еще у меня растут очень медленно Но продолжают подрастать потихонечку Медленно из-за холодов они растут Это безрассадные помидорки Вот они Из-за холодов даже у них немножечко начали желтеть листочки Но сейчас пришло тепло Даже жара И они неплохо начинают восстанавливаться И подрастать Вот безрассадные помидоры Они чем хороши? Что они достаточно закаленные И вот я их не закрываю от солнца То есть они прекрасно переносят даже прямые солнечные лучи За счет своей закалки Без всяких укрытий То есть безрассадные помидоры я не укрываю Капусту я отсюда отсадил На постоянное место Вот тут еще немножечко осталось Вот там для резерва Но уже на этой грядке остались только помидорки Баклажанчики Еще тяжелее чем помидорки Перенесли холода Видно, что тоже листики у них некоторые пожелтели Но однако же они сейчас с приходом тепла Начали подрастать И вот палящее солнышко им тоже абсолютно не на пользу Поэтому их тоже я прикрываю тем же самыми тентами От солнышка Эту грядочку я приоткрыл просто с одной стороны Ну, чтобы баклажаны, они более тепло Воспринимают хорошо Можно с одной стороны только приоткрыть Вот тут тоже еще немножечко помидорок Они более или менее восстанавливаются Но все-таки от жары я их тоже прикрываю темпом Вот таким К слову сказать У нас еще погода такова, что не только жара сейчас наступает Но еще и с ветром это все происходит у нас Поэтому вот такие темпы Они еще защищают грядочки С высаженными растениями Еще и от ветра То есть неплохая защита Маленькая грядочка жгучего перца Вот она Она тоже прикрыта от палящих лучей солнца Потом со временем, когда растения окрепнут Можно, конечно, будет их открывать более основательно То есть они не будут так плохо переносить прямые солнечные лучи Но сейчас, пока растения еще молоденькие Солнышко выглянет и они получат листики Вполне могут получить ожоги солнечные Это абсолютно ни в чем Так что погода в нашей местности такова Что закрывал я закрывал И помидорки, и перцы, и баклажанчики От холодов, от заморозков Кончились заморозки Но пришла такая жара Что приходится те же самые укрытия Использовать, но уже от жары, от солнца Вот мои грядки По-прежнему укрыты Одно хорошо, что вот такие простейшие укрытия Тенты от солнышка Они дают хороший эффект И растения очень хорошо на это реагируют Сейчас только вовремя поливать Реплить, конечно, после полива Избавить растения от излишнего солнышка И растения пойдут в рост Ну а как окрепнут Можно будет уже их открывать Они солнышко не будут так бояться Сейчас пока еще рассада высаженная Очень не то чтобы слабенькая Но еще недостаточно крепкая Чтобы их открывать К прямому воздействию солнечных лучей Солнечных лучей в нашей местности Даже избыток Несмотря на холода, заморозки и так далее Солнце у нас Это Южная Сибирь Алтай, Барнаул Солнца у нас достаточно много И солнышко жаркое Поэтому избыток его Скорее вреден, чем полезен К слову сказать Клубника понемногу заканчивает цветение Образовались уже завязи И довольно много завязи Поэтому если вот жаря такая И прямые солнечные лучи Будут воздействовать на растения Возможно мне придется укрывать Тентами и клубнику Потому что есть печальный опыт Что если этого не делать Тогда завязи молоденькие Несмотря на то, что я тщательно поливаю грядки Вот видно, что она полита очень сильно Очень хорошо я сегодня все это полил Но однако прямые солнечные лучи Они могут повреждать и цветки И даже завязи Сильную жару Прямыми лучами солнца Завязи просто спариваются И хороших ягодок с них не бывает Если вот погода не изменится Жара будет продолжаться Перевалится Она уже перевалила за 30 И будет еще дальше Такое продолжаться То возможно придется укрывать Тентами и клубнику Делать это не сложно Все у меня наготове Это я поставлю над грядочками Поставлено в грядочками дуги Они у меня есть Укрывной материал Тоже наготове Которым я закрывал клубнику от морозов Просто его придется использовать В этот раз уже для защиты От палящего солнышка Ну делать нечего Цветет клубника очень хорошо Очень обильно Завязи много Сейчас я поливаю Клубника подкормлена Но надеюсь урожай будет неплохой И если сейчас допустить Воздействие негативное солнечных лучей Чрезмерное То можно потерять большую часть Дурожа Этого я никак не хочу Допустить Поэтому обязательно Это буду делать Вот завязь клубники Лорд Она конечно еще маленькая Но уже видно Что завязи много Эта вся завязь Она очень скоро При нормальном уходе При поливе Она превратится В хорошие ягодки И порадует Неплохим урожаем Поэтому Если нужно То буду прикрывать И клубнику От солнышка Ну что же делать Раз погода у нас такая Деваться некуда Но урожай Я стараюсь сохранить Теми способами Особенно клубники Очень люблю клубнику И терять ее Не забираешь Ну надеюсь Все мои растения Оценят эту заботу И порадуют Потом в конце концов Хорошим урожаем Субтитры создавал DimaTorzok